приветствую вас уважаемые подписчики и гости вы на канале личного подсобного хозяйства ячислава Володькова сайт хозяйство ZZFUSBAY ссылка в описании под видео хотел хотел в один ролик все сложить обзор как всегда по вашим просьбам и постараюсь ответить на вопросы которые в комментариях много хочется что-то вставить поболтать рассказать и дать больше информации поэтому приходится по каждым растениям делать отдельно ролик значит чтобы задавать комментарии подписываемся на канал ставим лайки я отвечаю на все вопросы которые мне задают мои подписчики если достаточно информации которые я выложу так значит все окей достаточно показываю азимину и хурму как выглядят растения если к ним заглянуть пару раз за лето всего значит немножко отойти вот такой вот лес азимины причина такого леса то есть разошлась она в ширину том что она уже уперлась в пленку сверху и надземную часть ее надо наращивать поэтому она нашла выход разрастается в ширину поэтому надо будет применить специальную обрезку на следующий год и все-таки никуда не деться поднимать теплицу хоть руки не дошли в этом году но надеюсь может уже в следующем году вот значит что мы делаем мы заправляем весной одна заправка для азимины больше я ничего не делаю если будет время летом пару подкормок хотя бы раз две-три недели кристаллончиком по листьям полным кристаллоном с микроэлементами но он собственно такое есть любым хилатным удобрением с микроэлементами и вот так вот будут у вас выглядеть растения за которыми можно вообще не ухаживать это я про азимину пока значит заглядывал сюда я два раза в месяц только чисто для того чтобы полить весенние ранние приморозки лишили не знаю сколько две трети урожая лишили вот значит размер ягод разный взвешивать не будем кто хочет я поставлю плейлист я там взвешивал я когда значит сыпется на давно и красиво счет до отпуска она начала сыпаться то есть ее уже собственно и понаедались вот лежит вся земля ослана ею ну так это уже образно сказал вся земля не вся земля но достаточно много ее падает но я так думаю что это что рвать ее лучше вот подойти дереву найти желтенькую вот такие красотульки тут висят найти желтенькую и сорвать ее только надо смотреть чтобы она уже была спелая вот все-таки постараюсь он там тоже плоды большие достаточно как не меньше чем даже в прошлом году вот поэтому очень много высоковрожайное растение значит весной те растения которые были ближе к пленке им досталось побольше приморозка как я уже говорил были целый месяц затяжные приморозки даже до месяца до минус 8 доходило до минус 8 и то есть пострадали те растения которые внутри были они как бы хорошо выдержали этот приморозки вот это сортовые все растения формы вернее подсада хотя что от боков им досталось немножко больше но тем не менее вот такие папа она и уже оторвалась ну такая будет не знаю сколько грамм по 200 так я еще говорил что вот в этом году я вообще не ничего не делал пытался там сначала где-то их попылять потом руки не доходили но тем не менее вот вы видите столько плодов завязалась их их достаточно в любом количестве ой в любом случае достаточно вот пару растений если удачные сорта формы и сорта или формы или сорта или или все равно надо надо испытывать в своей местности так лес не влезть попробую показать что все-таки плодов много вот в листьях в этой массе листвы их плохо видно где даже птицы гнездо соорудили я даже не видел этого но это хорошие птички это не дрозды потому что даже в этом году дрозда рябинника выкормил зачем-то хотя надо было уничтожить как только гнездо лепили ну вот пройти невозможно сейчас той стороны пойду ну вот это насчет того что земля усыпанного раздавил ворона вот падают падают уже можно их употреблять массово массово употреблять вот даже такие большие розди поздоровались позавязывали 6 штук там тут вот это значит что я я уже об этом говорил вот надо было если вот что-то такое происходит вот это дело надо было убирать во время вот эта мелочь в этой она ненужная она все равно падают первое время в первую очередь но тем не менее она забирает много питательных веществ из растения поэтому нормирование урожая на зиме не считаю приемом нужным ну вот сколько это на ваш вопрос сколько как получилось у меня с озиминой в этом году получилось прекрасно хотя это третья часть урожая от того который бы я хотел ну не хотел который бы она могла дать но этого будет все равно достаточно ну аверлиз вот все таки не могу не показать его отдельным этим отдельным про нам аверлиз это есть и верлизом все равно намного крупнее но я вот покажу то что упала она мне вот и помещает ну но всю руку то есть и верлизы они не меньше твой тех форм 20 можете даже не должны быть больше значит не поливал я практически в этом году потому что дожди проходили тут сбоку стекала вода с пленки корень у азимины очень в ширину собственно как и у хурмы раскапывал хурму у нее был корень до четырех метров дальше я уже не раскапывал потому что тонкие еще шли дальше это было вынуждены были пересадить и это и поэтому влаги было достаточно и несколько раз за лето я поливал вот такая траншейка у меня посредине здесь хурма с двух сторон сейчас я про неё отдельным текстом расскажу я просто кидал шланга он наполнялся наполнялся водой эта траншея ну насколько наполнялся промачивала вот из боков и это и под деревьями я практически ничего не поливал это может там раз максимум два в месяц когда было когда было время ну вот так по зимине вот поднял два плода в руку они не влазят я семеют я так думаю грамм 350 не меньше будут за двое но вот снова же обратно вопрос почему закрытом грунте почему закрытом грунте почему не в открытом грунте потому что в открытом грунте вот это все что на дереве она бы уже все было бы здесь ветер был такой давече что прям летела все он и так она пойду покажу еще с этой стороны и так она все на земле лежит а если был бы ветер вот сколько ее лежит надо собирать был бы ветер она бы не знаю там больше осталось даже чуть-чуть начиная зреть а зимина бы вся обрывалась и лежала бы на земле поэтому будете садите зимину обязательно садите в защищенном месте в открытом в открытом месте у нее нету шанс и плоды вот смотрите они красивые целенькие да а были бы все пошарпаны и вот побитые хотя тем не менее у меня я показывал там растут в открытом грунте не набирают сил и вырастают они опылились я ведь все носил цветочек отсюда туда пробовала пулить в открытом грунте но не пылилась поэтому так вот ради интереса посадил там два штуки в поле вот в этом грунте тоже есть на видео я покажу потом ну вот господа вот такая информация по озимине в этом году как выглядит озимина если за ней не ухаживают